Ну что ж, дамы и господа, а вот теперь серьезно, у меня для вас есть несколько новостей, причем как плохих, которые вас разочаруют, так и очень хороших. И давайте мы начнем с каких новостей, а? Я бы попросил тебя написать в комментариях, но я все равно начну с плохой новости, чтобы вот каждый ее услышал. Итак, ребятки, это последняя серия моих поющих монстров. И я знаю, сейчас вы тотально шокировались, но успокойтесь, успокойтесь, я имею в виду на этой неделе последняя, потому что я уезжаю в отпуск на недельку, и как только вернусь, я обязательно запишу вам ролик по поющим монстрам. Надеюсь, к тому времени мы тотально так прокачаемся. Я продолжу, по крайней мере, постараюсь с телефона в отпуске продолжать открывать монстров и скриншотить их вам, постараюсь забирать награды, и, возможно, через недельку я вернусь с парой миллиончиков. Также из плохих новостей кто-то не поставил лайк под прошлой серией. И на момент, пока я записываю этот ролик, под прошлой серией еще не собралось 5000 лайков. Я очень надеюсь, что 5000 лайков соберутся там и соберутся под этой серией. И в честь этого замечательного события, которое, конечно же, произойдет, я выпью кваса. Вот прямиком за васа. Кайфорь, я вообще радуюсь. Ну и давай, наконец, приступать к вещам, которые я сделал за последнее время. А я вывел раковицу еще одну, и, насколько помню, я ее сразу продал, потому что я дурак. Также я получил еще немного их... Я опять забыл, что это такое. Артефакты? Вроде так. Я смог вывести на ледяном острове что-то интересное. Надеюсь, этого монстра у нас еще нет. Мы как раз-таки в этой серии узнаем, получилось у меня или нет. На следующем острове тоже у меня что-то получилось, но я не уверен. Также я, наконец-таки, собрал 15 бриллиантов, которые я не смог собрать в прошлой серии. Ура! Но еще я решил немного поочищать острова в надежде, что мне это принесет 15 уровень. И спойлер... Мне это не принесло даже процентов 5 от опыта. Я не знаю, зачем я потратил на это деньги. Еще, кстати говоря, мне подарили новый костюм, который мы сегодня примерим. Также я продолжил скрещивать монстров, получать какие-то копейки с колеса фортуны. Надеюсь, сегодня мне повезет больше. Ну а еще я смог вывести тумб. И я их уже видел, но я чертовски хочу посмотреть, какие звуки они будут издавать на моем острове. Также я продолжил на ледяном острове скрещивать различных монстров. И, скорее всего, там получилось что-то интересное. Кстати говоря, из лотерейного билета мне в этот раз досталась гребаная лехптица. Вот зачем она мне? Ну серьезно, ее я тоже продал. Ну что ж, закидываемся топливом и приступаем к игре. Ну что ж, здравствуйте, мои дорогие монстры. Давайте-ка я соберу все золото на этом острове. Соберу загадку. Надеюсь, в этот раз будет что-то полезное, а не какое-нибудь говно. И так, что же это? Оооо, уху-ху-ху! А вот это реально полезно! Это я уважаю 50 тысяч монет. У меня уже полмиллиона. Мне хватит и на прокачку, и на новый остров. Также я хочу покрутить колесо фортуны. И что же мне выпадет сегодня из колеса фортуны? найдешь что-нибудь... Да, не-е-е-ет! Да куда мне это? Я знаю, что за это можно что-то покупать, но, блин, оно мне в последнее время постоянно выпадает. Возможно, я дурак, что не радуюсь этому, но... Опачки! Редкий Асмитуп у меня выпал. Так, давайте-ка мы подождем и выведем его и попробуем еще кого-нибудь скрестить. Давайте я зажгу факел и немножечко рискну. Я скрещу из балалиста, и, насколько я помню, мне в комментах предлагали скрестить его с Тироксом, но шанс выведения прям крутого монстра, он минимальный, но вдруг мне... Нет, мне сегодня не повезет. Скорее всего, мне выпадет Тирокс. Но, так или иначе, это неплохо. Оставляем вывод этого монстра и переходим к следующему острову, на котором мы, опять же, собираем целую кучу денег. Я прям рад, что у меня столько денег есть. И здесь есть новый монстр, которого я еще не слушал. Вот этого малыша, насколько я помню, я... Да что происходит с игрой? Не слушал. Давайте послушаем, какие звуки он будет издавать. Возможно, у меня крыша едет, но я не помню, чтоб я слушал его музыку. Так, давайте послушаем. По крайней мере, я люблю музыку в этой игре, поэтому имею право сидеть и... Он просто издает звуки барабанов, что на самом деле прикольно, но я ждал чего-то большего. Давайте-ка мы с вами... Да боже мой, игра, хватит глючить. Вы, видимо, этих малышей! Боже, как я их ждал, вы б знали. Стумпы, выглядят они... Блин, они издалека выглядели очень мило, а теперь я смотрю на вот это левое существо, и мне страшно жить становится. Так или иначе, вот они эти малыши, давайте мы их уже куда-нибудь поставим. А-а-а! В смысле места не хватает? А кого? А чего? А стоп! Вы хотите, чтобы я прокачал этот остров? А сколько здесь стоит прокачка? Погодите-ка, 120 тысяч. Ну, давайте прокачаем. Ну, черт возьми, как так? Я и забыл, что у меня на этом острове уже места-то нету. И у меня получилась губка. Ну, ну, предположим. Я потом ее, наверное, продам. А в инкубаторе яйцо есть. Боже, мне все... У меня все заруинилось из-за того, что я забыл этот остров прокачать. Какой ужас! И денег теперь не так много. Ладно, переходим на остров воздуха. Здесь у меня тоже места нет, как вы помните. Давайте-ка мы соберем здесь тоже все наши монеты, соберем кристаллик. И здесь проперборг. Да, у меня уже один есть, давайте я его продам. 11 тысяч монет мне лишними не буду для прокачки. И здесь я вывел еще одного проперборга, сколько можно. Давайте я факел зажгу. И кого же мы здесь скрестим? Я здесь вроде как вне записи еще барабан не разместил, чтобы выводить каких-то новых монстров. И кого я здесь еще не вывел? Я хотел вывести хотя бы одного трехэлементника на этот остров. И, возможно, сейчас на запись мне повезет. Скрещиваем проперборга с полизатором и, боже, вроде получилось. 12 часов-то хорошо. Я надеюсь, что да. Жалко только, что вы не скоро увидите, получилось у меня или нет вывести нового монстра. Остров воды. Я тебе... Блин, стоп. А я не смогу остров воды сегодня прокачать. О, нет. Здесь я барабання купил. Вот куда я его купил. А места-то у меня нету. Боже, какая глупость. Так или иначе, здесь особо скрещивать некого. Я как раз-таки здесь и покупал барабання, чтобы скрестить его с клавманом и получить трехэлементника. Но у меня сегодня не получится это сделать. Потому что мне нужно прокачать этот остров. А прокачка стоит 250 тысяч. А я сегодня хотел купить новый остров земли. Я его куплю. Меня ничего не остановит. Мне в комментах об этом написали, что выгоднее покупать новые острова. И я доверяю комментариям. Сразу здесь есть новый монстр. Это лек-птица. Я уже, кстати говоря, начинаю медленно, но успешно ориентироваться по яйцам в этой игре. Вот он, малыш. Я, кстати говоря, научился скипать их появление. Размещаем его вот здесь. Есть. Задания новые появляются. Хора. У меня есть четырехэлементник. За него дают сто тысяч. Вот сейчас мне эти сто тысяч бы очень очень сильно пригодились. У меня их нету. И это очень печально. Давайте мы сразу купим ему друга и скрестим его с его другом. А с кем бы мне его скрестить? Ну давайте с брюшком. Мы скрестим его. Я брюшка как-то редко покупаю. Кстати говоря, что? Два часа? Да вы охренели, что ли? А что так долго-то? Два часа это перебор, по-моему. Обычно же две минуты выводился этот паскудник мелкий. Че так долго-то? И сколько? Полляма, а потом... О, а потом 750 тысяч. А дальше мне страшно представить, сколько мне нужно будет гребаных монет. У меня слезные глаза наворачиваются. И чтоб себя обрадовать, я пойду и соберу себе племя до конца. На самом деле очень много людей мне написали. И боже, а че вы такие огромные? До какого уровня вы племя прокачали? Полтысяча! Ну, кстати говоря, да, полутора тысяч нам далековато, но учитывая, что вы буквально сзади него прокачали до половины тысяч, это жестко. Кстати говоря, давайте я своего монстра покормлю до 10 уровня и больше я его покормить, к сожалению, не смогу. Я здесь, по-моему, самый бесполезный, хотя у меня монстр не такой маленький. Давайте мы, наконец, начнем приз... Принимать кого-то. 370 страниц. Мне очень многие ребята писали в комменты, что хотят вступить в мое племя, писали никнеймы, очень сильно просили. Но, ребят, вы меня извините, но очень много людей. И, как я говорил, давайте мы будем размещать монстров, которых у нас нет. Я буду выбирать ровно по этому критерию. И мы с вами заходим. Вот этого монстра у нас не было, насколько я помню. Давайте мы его разместим куда-нибудь сюда. И я вижу, что вот эти вот монстры, они не увеличились почти. Они какого уровня? Вот этот 3 уровня. Жопер почти не прокачивается! Жопер, ты что? Так, чтобы быстро к следующей серии прокачался, иначе как бы придется Жопера менять на другого какого-нибудь попера. Самые прокаченные у нас вот этот чел 55 уровня у него монстр. Вот этот 56-го. Очень жестко. Еще вот этот тоже мощный 58-го. Я на их фоне не так плохо выгляжу со своим 10-м уровнем, конечно. И давайте мы дальше начнем смотреть на новых монстров. Единственное, мне обидно, что я немного себе спойлерю все это дело. Но да ладно, вот проперборга можно куда-нибудь разместить вот сюда. Почему бы и нет? И я хочу их поразмещать чуть подальше в этот раз. Кого у меня здесь еще нет? Полизатор у меня был. Давайте проверим. По-моему, не было. Я очень боюсь, что я кого-нибудь повторю здесь. Но да ладно, давайте мы его тоже разместим. И поехали! Мест не так много осталось. По идее в игре всего 30 монстров. Вот этого у нас еще нет. Какой-то деревянный дуб. Очень странно он выглядит. Пусть он где-нибудь будет вдали стоять вот где-нибудь тут. И мне нужно еще немного монстров. Так, по-моему, зеленого боба я не размещал. Я его очень люблю. Он очень медленно выглядит. Пусть он у нас стоит. А что, я нельзя рядом с тяночкой поставить его? А почему? Ну ладно, пусть тогда здесь стоит. Он мне нравится. Пусть он у меня на виду будет. Кого бы еще разместить здесь? Кого еще у нас нет? По-моему, у нас нет пингвина. Или нет? Блин, их слишком много! Нет, пингвина здесь нет. Давайте мы разместим пингвина. И чтобы было немного честнее, я буду пролистывать подальше. Кого у нас нет? Остановимся где-нибудь здесь. По-моему, у нас барабанщика нет. Барабан... Нет, барабанщик есть. А причем там много пришло запросов с барабанщиком. Хотя, вроде как, ребятки видели, что он у нас есть. Так, кого же у нас нет? Я вроде уже всех добавил, кого мог. Вот вроде такого нет. Такой тоже есть. Боже мой, как тяжело то теперь найти нужных людей в племя. Это жесть какая-то. Вот этого точно я не видел здесь. Да, нет, и он есть. Охренеть! Я уже начинаю путаться в монстрах. Каких монстров у меня нет? Черт возьми! Мамун-то, возможно, я где-то забыл разместить. А реально, я и забыл про него. Ну, пусть он где-нибудь сбоку стоит. Надеюсь, что все будет окей. Мне осталось найти буквально 7 монстров, которых еще нет. Это вот эта вот волосатая штука. Кстати говоря, по-моему, я ее уже размещал. У меня прям есть ощущение, будто она где-то там должна быть. Я поэтому решил их размещать чуть подальше друг от друга, чтобы я мог хотя бы за ними следить. Так, кто дальше? Вот эта вот оранжевая хрень, да, я ее уже размещал. О, как это тяжело и душно на самом деле искать новых монстров, которых еще нет. Видимо, они очень редкие, высокоуровневые, да, особенно вот их. Кстати говоря, его здесь и нету. Ха-ха! Ну, давай, пусть он будет здесь, почему бы и нет. Потом мы обновим наше племя, чтобы было поинтереснее. Возможно, я соберу самовых топовых потом ребят в своем племени, и мы вырвемся в какие-нибудь топы, но пока рановато. Я листаю сейчас все это дело в течение пары минут и не могу найти новых монстров. Серьезно, блин, где они? Я их не вижу. Есть только вот эти мои любимые челиксы, я бы хотел этих губок поразмещать, но черт. Реально, больше никого нету. Все, 25 монстров. Это какая-то габела. Стоп, я барабан, я, по-моему, не размещал еще, да? Я, по-моему, про ванильных монстров прям целиком и полностью забыл. Ну, давайте мы его где-нибудь здесь поставим. Надеюсь, что я ничего не путаю. Жопная лягушка у нас еще есть. Кстати говоря, а лягашку-то я тоже забыл разместить, но пусть она будет здесь. И у него, кстати говоря, не к жопе. Почему бы и нет? Жопой лишней тоже у нас здесь не будет. Осталось три последних монстра. Ам, возможно я забыл про него. А я про него действительно забыл. Это у нас брюшок. Я, видимо, только про ванильных монстров забыл, потому что я их слишком часто вижу и уже видеть не могу, если честно. Осталось буквально два места, по крайней мере, на данный момент. Потом я быстренько посмотрю, кто у нас набрал максимальные уровни и несколько минимальных уровней мы, возможно, в следующей серии исключим, но я не уверен. Пока я нашел еще одного монстра, которого у меня не было. Это вот этот монстр и вроде мне остался последний. Так, Кустива, Бебра. Кстати говоря, у него ник первого уровня. Бебра неплохо. Ну и остался последний монстр. Я понятия не имею, кто это может быть. Возможно, ляг птица. Я... Нет, она у нас... Вот она слева есть. Я чертовски устал. Ладно, я реально листаю уже полчаса. Напишите мне в комменты, про кого я забыл. Я не могу его найти. Все мне бревно это кидают. Вроде бревно я уже слева разместил. Пусть вот тут два бревна будет. К следующему ролику, пожалуйста, проанализируйте мой остров и назовите монстра, которого я забыл сюда добавить. Я исключу одно бревно и добавлю туда этого монстра. И давайте послушаем, как у меня на данный момент звучит мой остров. И... Мне нравится. Мне реально это чем-то песню нирваны напоминает. Давайте-ка мы покинем этот остров и перейдем к вашим советам. Первые советы у нас будут от игрока в файле 37-38. Первый совет это накормить из баллиста до 10 уровня. Он тогда будет приносить много денег. Чел, ты не стимаешься надо мной, наверное? Чтобы его накормить до 10 уровня, нужно просто неадекватно много еды. Ты представляешь, сколько его нужно кормить? Ну, давай я попробую его накормить хотя бы уровня до 6-го. А дальше вот начинается жопа. Ну, я его до 7-го уровня накормлю. Я даже могу до 8-го, наверное, накормить, да? До 8-го я его накормил. Стоп, так он уже одного уровня с тероксом. В принципе, я как будто бы реально могу накормить... Нет, стоп, это уже будет 8 тысяч. Я так всю еду солью. Пока мы остановимся на 8-м уровне, посмотрим, сколько он денег мне теперь будет приносить. В принципе, деньги мне, опять же, сейчас очень нужны. Купи рудники на островах Сахабуша и Эфира. Стоп, а там тоже можно купить рудники? Я помню, что это бесплатные острова. Может, и на острове Племен где-то рудник можно поставить, и я об этом не знаю. Может, и на острове Вубленов можно поставить рудники? А чё бы и нет? Заходим в магазин, заходим в здание и... А? Нет, нельзя. А почему сюда можно поставить машину? Ааа, я понял. Я всё понял. Это чтобы изменять звук. Получается, в плавильне мы тоже будем каким-то образом звук менять. Кстати говоря, мне в комментах писали о какой-то ферме. Давайте я к этому комменту чуть попозже вернусь, а пока всё-таки купим везде те самые рудники. Кстати говоря, давайте я заодно и алмазы себе заберу. Точнее, кристалл. И мы здесь купим рудник. Да, он всего 10 гемов стоит вообще. Изичам пусть стоит, приносит мне немножечко гемасиков. Это дело уважаемое. И 15 уровень. Остров небожителей, большая пекарня, сарай, скромная гостиница, ковш какой-то, статуя, башня, бабу-яги, чего? Хладноцвет. Дорожка это уже всё остальное неинтересно. Но вот в начале было и ядрить, как интересно. Чё там за гостиница и другие штуки? Вот это реально меня впечатлило. Охренеть. Телепортационная дорожка? Тут такое есть? Да боже. Чё так много-то за один уровень? Вы бы это разбили уровни так на 30, чтобы у меня уже 30-й был. Вот остров небожителей звучит хайпово. Я бы даже его заценил. Ну а пока мы должны перейти на остров Сахарбуш. А чё это за остров? Я на нём опять же не был. Чё это такое? Так, добро пожаловать на остров Сахабуша. Немногие избранные монстры получают приглашение сюда и могут вместе с Сахабушем создавать легендарную Саха-семью. Зайти в меню помощь, чтобы узнать, как заселить этот остров. Ну давай мы зайдём в помощь и не будем мы смотреть, как заселять. Вы мне в комментах поясните. А тем временем я хочу зайти в магазин посмотреть, могу ли я сюда кого-то купить. С 15-го уровня Сахабуш и монстров природных элементов можно бесплатно телепортировать с их родных островов. Это я должен прокачивать монстров до 15-го уровня? А чё так жёстко? Ой, как они дорого здесь стоят. Наверное, они здесь будут приносить что-то легендарно дорогое. Во, кстати говоря, есть сарай и гостиницы. Я бы на свой остров их купил. А пока я куплю сюда ещё один маленький рудник. Мне, кстати говоря, рудников уже реально немало. Я, по идее, за день буду получать чё-то около 50 гемов, что немало. Так, недельку подкопим и можно будет реально какого-нибудь монстра себе купить. И вот он, остров небожителей. Возможно, и сюда я смогу купить себе рудник. Я не знаю. Добро пожаловать на остров небожителей. Этот остров появился, когда таинственный древний объект упал с неба и аварийно приземлился на голову Исполина. Здесь можно использовать яйца монстров с других островов, чтобы пробуждать небожителей с помощью искры жизни. Опять же, мне предлагают зайти в меню помощь, но мы и без этого меню с вами через комментарии разберемся, что делать с этим островом. Пока я хочу зайти в магазин и посмотреть, чё, почём. А вот здесь есть какой-то монстр, как будто бы он по скидке. Он до этого стоил как бы 100 кристаллов, а сейчас стоит всего 40. Но его нужно пробуждать. И я чую, пробуждать его сложно будет. И я не хочу его покупать, чтобы потом выяснить, что мне нужны какие-нибудь пятиэлементные монстры. Давайте мы просто купим сюда, а мы не можем сюда ничего интересного купить. Ну и ладно, тогда ливаем с этого острова, пусть здесь небожители живут без нас. Я, кстати говоря, забываю отправлять монстров на прокачку. Мне бы, блин, прокачать, возможно, вот эту штуку за кристаллы. Это стоит... Ух, 100 стоит консерватория, чтобы я мог одновременно двух монстров прокачивать. Как-то дорого. Мне писали, что хорошей идеей будет прокачать как раз-таки основной остров Загемы. А если быть точнее, мы можем здесь прокачать питомник и инкубатор. Правда, сейчас я прокачать вроде как их не могу. Мне нужно дождаться, пока оттуда вылупятся новые монстры. Так или иначе, возвращаемся к советам. Вот мне написали, что у меня много гемов, и да, лучше улучшить инкубатор и выводилку. Также у меня много ключей, на них можно купить много дипстеров на различных островах. Они приносят деньги и не занимают места. В смысле не занимают места? Они же занимают место. Нет? Ладно, с этим я разберусь попозже. Не забывай радовать монстров, особенно из баллиста. Чем больше монстра рад, тем больше он приносит денег. Что ж вы к нему так прикопались-то? Сейчас лифон на 0%? Так, а что он любит? Давайте мы посмотрим. Радости какие у него? Он любит мамунта. А, ну это легко, я могу рядом организовать. А также могу купить ему флаг. Стоп, флаг у меня тоже есть вроде как. Да, флаг у меня есть. Да, давайте мы его порадуем немного. Разместим здесь объектов. Вот это вот вот сюда. И мамунта рядом с ним поставим. По идее, он тогда будет гораздо более счастливым монстром. Да, ну-ка, смотрим. На 50% он уже счастлив. Он мне принес 600 за то время, что мы с вами болтали, охренеть. Посмотрим, сколько он теперь мне будет денег приносить. Надеюсь, я завтра зайду, и я обнаружу миллиард на счету. Сделай ферму Брампов. Так, погодите-ка, мне другой чел писал про какую-то ферму Зинтов. Теперь ферма Брантов. Давайте вы устроите какой-нибудь консилиум в комментариях, выясните, что лучше, ферма Брантов, Зинтов, или кого там еще. Когда накопишь монеты на остров Земли, купи его. Там отличная песня. Принято. И чел, прости, если не принял тебя в племя, я бы тебя просто не нашел. Страниц слишком много. Возвращается Рексис, не опять основа. Он мне пишет, что я могу заполнять остров вублинов, как мусорки. Тупо выкидывать в них яйца монстров. Только я не понял вот этот вот совет, потому что там, после того, как вы вкидываете в монстра яйцо, потом нужно за ограниченное количество времени заполнить его до конца. Но дальше он пишет, после того, как срок вублина закончится, тебе дадут монеты за все яйца. В принципе окей. В почте было 15 гемов, я это знаю. Чтобы быстро перемещать объекты, можно просто зажать их. За это спасибо. За 100 тысяч монет в разделе здания можно купить гостиницу и сарай. Я их вот только что разблокировал, раньше нельзя было. Сейчас, да, действительно можно, Рексис прям угадал. Сарай нужен, чтобы убрать лишние декорации, которые некрасиво смотрятся и занимают лишнее место, но, по моему мнению, это бесполезно. Стоп, если я уберу лишние предметы, монстры станут более несчастными и будут приносить меньше денег. А как эту проблему решать будем? Гостиница нужна, чтобы в нее отправлять монстров, когда, например, вывел нового и нету места, а продавать не хочется, но он будет занимать место в инкубаторе. Либо, когда вывел нового монстра и можешь убрать второго в гостиницу вместо того, как продавать. Ооо, вот это мега имба! Сколько стоит гостиница? Боже, пожалуйста, пусть она на первом острове стоит 2 тысячи. Врррр, скромно, скромно, стоит скромно, всего 100 тысяч, но я ее куплю обязательно. Когда будешь отправлять монстров в гостиницу, тебе будут даваться одну-две монеты. Ты не перепутал, не гемы, монеты, одну-две? Что-то звучит не очень. Выполняй радости монстров, ты про них забыл, а сам спрашиваешь, где заработать больше денег. Там парадокс в том, что чтобы их радовать, нужно больше денег. Выведем Маракостука, а потом Гуджаба. Ооо, звучит страшно пока что и сложно, но в следующей серии, думаю, попробуем. Поставь дипстеров за ключи на всех островах, это выгода, так как они не занимают места и приносят деньги, тем более у тебя много ключей. Кстати, мини-опрос, ты хочешь, чтобы я зашел к тебе с основного аккаунта? Я буду прокачиваться где-то до 50-го левела. Я думаю, я тебя не найду в списке, поэтому успокойся, все нормально. Меня радует, что ты со второго аккаунта зашел и нифигово так прокачался. И мне сейчас в заданиях сразу выпали выведи Сахабуша, выведи Сахабаса, Сахагитара, Сабанадж... О-о-о-о! Ну, кстати говоря, денег дают нифига себе, как много за все это дело. О-о-о! Дальше даже вывести это, видимо, на Острове Небожителей, потому что за это дают нифигово гемов. Это какие-то фагоцвести, череп барабан. О-о-о! Это будет очень сложно, я думаю. Как вы думаете, сколько лет у меня уйдет на то, чтобы вывести всех монстров в этой игре? Вот сколько у вас времени на это ушло? Смогли вы вообще справиться с этой задачей напишите мне пожалуйста об этом в комменты также не забывайте про лайки с ними следующая серия не сможет выйти побыстрее но зато я буду гораздо счастливее если вы не накопите 5000 лайков то кое-кто придет за вами поэтому ставь лайк не забывай подписываться на канал нажимать на колокольчик и не забывай что с тобой сегодня был foxnell увидимся